Всем привет! Вы на канале Декортье и я Сальников Роман. Тема сегодняшнего разговора, хоть и на первый взгляд незначительная, но которая имеет много-много технических подводных камней, это декорирование лоджии и балкона. У современной квартиры, как правило, есть застекленная лоджия, либо балкон, и так или иначе мы хотим использовать это пространство. И кто-то просто его использует как дополнительный склад и на зиму убирает туда лыжи, санки, либо летнюю резину, а кто-то действительно классно обустраивает это помещение и делает из него дополнительные комнаты в виде кабинетов, игровых, либо каких-то комнат отдыха. Часто вообще такое помещение, такую лоджию присоединяют к основной комнате, тем самым увеличивают пространство спальни, гостиной или кухни. А еще тема декорирования лоджии – один из самых популярных вопросов на нашем YouTube-канале. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы рассмотрели какую-то тему более подробно, обязательно пишите об этом в комментариях. В сегодняшнем видео мы разберем все технички и характеристики, которые необходимо учесть еще на этапе проектирования и строительства, чтобы повесить те шторы, которые вам необходимы. Также мы рассмотрим, какие ткани лучше подойдут, каким функционалом должны обладать шторы на лоджии. Ну и, конечно, посмотрим сами ткани, которые хорошо подходят для лоджии. Друзья, выбор штор в лоджию зависит в первую очередь от назначения этой комнаты и то, как вы будете ее использовать. Первое, если вы будете ее использовать как некое хранилище, и вы не будете ее не утеплять, и только изельская вода приходит для того, чтобы положить либо забрать какие-либо вещи. Второе, если ваша лоджия превращается в отдельное помещение, и вы планируете ее использовать как кабинет, игровую зону, либо комнату отдыха. И третье, когда вы объединяете вашу лоджию с вашим основным помещением, и тем самым увеличиваете свою спальню или гостиную. Ну а теперь давайте перейдем от общего к частному. Итак, если вы используете вашу лоджию как некое хранилище, то, наверное, здесь нет необходимости делать какие-то пышные драпировки, использовать деликатные дорогие ткани, какие-то сложные механизмы. Все это, я думаю, во-первых, будет стоить достаточно дорого, во-вторых, вы просто этим функционалом не сможете воспользоваться, и это только будет вам мешать хранить какие-то вещи. Поэтому моя рекомендация использовать максимально лаконичные системы, возможно, даже с креплением непосредственно на раму, которые занимают минимум места. И здесь я бы вам рекомендовал, конечно, использовать рулонные шторы, лучше кассетные шторы, которые можно опускать и поднимать даже при открытом и закрытом, даже на проветривании окне. То есть вы, в принципе, можете пользоваться вашими окнами вне зависимости, опущены ваши шторы или подняты. И если в данном случае с самой системой все понятно, то самую страшную ошибку, которую вы можете допустить, это с выбором ткани. И ошибка заключается в следующем. Часто люди думают о том, что я сейчас повешу на это окно блэкауты или очень темные шторы, светонепрозрачные, и на моем балконе будет темно, когда мне необходимо. Но при этом, друзья, не забывайте, что у вас за лоджией есть основная комната, которая автоматически блокирует попадание света. И здесь, конечно, моя рекомендация выбрать максимально непрозрачные, а максимально ткань, которая бы была непрозрачная и при этом давала хороший рассеянный свет. Я больше чем уверен, что вы не будете каждый день ходить на вашу лоджию для того, чтобы открыть и закрыть эти шторы. А, скорее всего, если вы правильно подберете ткань, то ваши шторы всегда будут закрыты, и в основное помещение будет попадать нужное количество света. Еще такая рекомендация, когда вы выбираете ткань для рулонных штор на лоджию, то обязательно учтите, что оно должно быть нейтральных цветов, потому что если вы сделаете какие-нибудь яркие цвета, то это может искажать цвет, который попадает в ваше основное помещение, да и вообще конфликтовать с дизайном самого помещения. Еще хорошей альтернативой рулонным шторам в вашем лоджиках хранилища будут жалюзи. Они неприхотливые, стоят недорого и очень легкие в эксплуатации и в уходе. Итак, если ваша лоджия – это ваше отдельное помещение, которое вы запланировали в виде, как мы уже говорили, кабинета, детской, игровой, зоны отдыха, и здесь, конечно, максимум возможностей, где можно разгуляться в декорировании, и если позволяет площадь, конечно, здесь можно сделать и тюль, портьеры, и дополы, и красиво, но, как показывает практика, все-таки мы ограничены и бережем каждый квадратный метр такого помещения, и пытаемся сделать что-то лаконичное, которое занимает меньше всего места. И сразу, пожалуйста, хочу вам обратить внимание на следующий нюанс. Если вы все-таки делаете из этого помещения жилое, то вы 100% будете утеплять, тем самым вы будете подшивать ваш потолок, делать там утепление, его опускать, и здесь допускают очень-очень часто одну ошибку. Ну, во-первых, не делают необходимое закладную, для того, чтобы потом вообще можно было закрепить туда карниз в потолок, и второе, его опускают настолько низко и настолько близко к самой створке, что просто физически туда закрепить карниз не получается. Тем самым, если вы закрепите карниз, то вы просто не откроете окно. И в данном случае вы сильно себя ограничиваете в выборе модели штор, и здесь вы точно уже не сможете сделать римские шторы, которые объединяют несколько фрамуг какого-то большого размера, а вам придется делать либо механизм на саму фрамугу в виде плессированной шторы, либо той же самой римской шторы. Но здесь есть несколько нюансов. Во-первых, этим сложно пользоваться, и большое количество, когда у вас таких изделий, то каждое изделие пока поднимешь, опустишь, достаточно трудозатратно. И второе, самое главное, это может выглядеть как некие заплатки. Однако, если у вас осталось буквально 1-2 см до расстояния между потолком и откровной фрамугой, то есть решение использовать просто карниз раздвижной. Это специальная модель, которая 1,5 см высотой, либо вообще модель, которая встраивается в потолок и тем самым не занимается совсем места. Друзья, если вы делаете ремонт на вашей лоджии с заменой вашего остекления, то обязательно подумайте, когда выбираете ваше остекление, какой формы, какой конфигурации оно должно быть. И если вы, допустим, хотите римскую штору, либо жалюзи, то подумайте над тем, чтобы сверху желательно была какая-то нерабочая фрамуга, чтобы можно было поднимать вашу штору и тем самым пользоваться окном. Это даст возможность объединить несколько фрамуг и сделать помещение по дизайну более чистое, чем вот этот чистокол. А еще частую ошибку, которую допускают люди, это когда выбирают на лоджию раздвижные системы. Тем самым вы просто себе ограничиваете в возможности использовать какой-либо механизм с креплением на раму. Вы сюда не поставите уже ни жалюзи, ни рулонную штору, ни плиссированную, ни тем более римскую штору с креплением на раму, потому что просто любое изделие будет мешать раздвижению ваших окон. И еще моя вам такая рекомендация. Если все-таки вы выбрали римские шторы с креплением на раму, то ни в коем случае не выбирайте стандартный механизм для римских штор, у которого 3,5-4 см толщина, а выбирайте специальные механизмы для такого крепления, у которых толщина механизма сантиметр. Это позволит расположить римскую штору максимально близко к раме и исключить боковые засветы. Если в вашей лоджии необходимо предусмотреть функционал полного затемнения и при этом, чтобы еще была возможность получать рассеянный свет и нет возможности сделать классические шторы и тюль, то хорошим решением будет использовать системы день-ночь с креплением на раму. И здесь у вас есть два варианта. Первое – это шторы-плиссе, которые можно совмещать в одном изделии две ткани – полупрозрачную и плотную. И второй вариант – это жалюзи. Жалюзи – это тоже хорошая система, которая позволяет не только блокировать свет полностью, но и регулировать светопотоп. И здесь не стоит думать, когда мы говорим о жалюзи, только о простых алюминиевых. Здесь вариантов очень много. По дизайну сейчас есть и деревянные, и тканевые, и кожаные, и даже из фетра. В случае, когда вы лоджию присоединяете к вашему основному помещению, здесь сохраняются определенные нюансы, которые связаны с креплением, о которых мы говорили во втором варианте. Потому что вы 100% будете тоже утеплять эту лоджию, и здесь не нужно допустить этих ошибок. То есть вам тоже нужно предусмотреть, в первую очередь, возможность закрепить карниз для раздвижных или римских штор. Потому что здесь вам точно захочется сделать какие-то объединенные системы, а не делать их с креплением на раму. Здесь хорошим вариантом будет сделать классические шторы, тюль, портьеры, и тем самым объединить и увеличить ваше общее пространство. Но часто бывает так, что после того, когда вы объединяете лоджию с комнатой, у вас остается некий проем, который технички нельзя сломать, и визуально он как бы все равно немножко разделяет ваши комнаты. Хорошим решением будет здесь вынести портьеры плотные в саму комнату и прикрыть те самые колонны, которые у вас получились, а тюль вынести уже на саму лоджию. Более того, моя вам такая рекомендация, вы можете плотные шторы сделать двусторонними, и тем самым, кроме того, что они будут выполнять свой основной функционал и блокировать свет, когда вы спите, вы также можете выйти на лоджию, закрыть эти шторы и оказаться в совершенно другом помещении, допустим, такой зоной отдыха. Друзья, ну и наша уже полюбившаяся рубрика «Ответы на вопросы». Меня очень сильно порадовал вопрос, кстати, и он на самом деле не один. Вот Анна пишет, подписалась, а теперь напишите, где вы находитесь, вы приглашаете, а куда можно прийти и посмотреть, какие у вас шторы подобрать по дизайну квартиры. Дорогая Анна, во-первых, все контакты, конечно, есть у нас и в шапке, можно перейти по ссылке, но специально для тех, кто не хочет читать, просто хочет от меня лично получить приглашение, я вас приглашаю. У нас один единственный шоу-рум, который находится в Москве, в Artplay, Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 2, шестой этаж, большое, хорошее, красивое пространство, где мы с удовольствием вас встретим. Наши дизайнеры вам предложат то, что вам нужно, смотрят ваши варианты, дизайн-проекты либо фотографии. И, кстати, если кто-то даже из других регионов нас смотрит и хочет оформить свой дом, у кого-то есть, гостиницы, мы часто оформляем на побережье, либо квартиры, тоже к нам обращайтесь, у нас есть опыт работы удаленно.